Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. В сегодняшнем обзоре мы расскажем о еще одном телескопе от известного научно-популярного бренда National Geographic. Линзовый телескоп на оригинальной монтировке адресован детям младшего школьного возраста и рекомендуется для начальных наблюдений Луны, ярких планет, звездных скоплений, а также наземных объектов. Встречайте модель 60-800 рефрактор AZ. Внутри транспортной упаковки находим продолговатый красочно оформленный картонный коробок. На нем изображены фотографии телескопа и комплектных аксессуаров, а также указаны технические характеристики на девяти языках, включая русский. Телескоп комплектуется легкой, но достаточно устойчивой треногой. Она раздвижная, выполнена из алюминиевых трубок овального сечения, имеет пластиковые зажимы, как у фотоштатива, и пластиковую полочку-распорку на защелках. Верхняя площадка треноги тоже пластиковая. Внутри нее скрыт зубчатый механизм тонких подвижек по азимуту. Его круглая рукоятка находится сверху площадки, а стопорный винт сбоку. Снизу площадки имеется винт М10 с крупной фигурной головкой. На него крепится голова монтировки. Он же регулирует усилие движения вокруг вертикальной оси. Голова монтировки одноперьевая, выполнена из алюминия. В верхней ее части расположен пластиковый полуцилиндр для крепления трубы, а также механизм тонких подвижек по высоте. Его рукоятка такая же как и у азимутального механизма, а усилие и зажим регулируется небольшим осевым рычагом. Труба телескопа довольно длинная, более восьмидесяти сантиметров. Выполнена из тонкого металла и выглядит очень стильно. Она покрашена черной глянцевой краской, на ней нанесен хорошо знакомый логотип National Geographic и изображена схема созвездия Большой Медведицы. В передней части трубы в глубине крупной пластиковой бленды установлен 60-ти миллиметровый ахроматический объектив. Линзы объектива имеют едва заметное однослойное просветление со слабым фиолетовым оттенком. Торцы линз не черненные. В нижней части трубы расположено пластиковое гнездо защелка для искателя и установлен простой реечный фокусер 1,25 дюйма. И хотя фокусер пластиковый, механизм работает довольно плавно, без рывков и заеданий. Труба телескопа крепится в полуцилиндр монтировки с помощью двух винтов. К сожалению, такое крепление не позволит использовать штатив для других целей и не позволит установить трубу на другую монтировку. В комплекте телескопа имеется довольно много аксессуаров. Это весьма хороший искатель Red Dot с двумя уровнями яркости, неплохое диагональное зеркало, бюджетная трехкратная линза Барлоу и три окуляра в индивидуальных тубусах. Все окуляры имеют пластиковые корпуса и металлические посадочные юбки. Линзы окуляров не просветлены, наглазников тоже нет. Окуляры с фокусными расстояниями 20 мм и 12,5 мм маркированы как окуляры Гюйгенса, но выполнены по двухлинзовой системе Рамсдена и имеют поле зрения около 32 градусов. Окуляр 4 мм на поверку оказался окуляром с фокусом около 6 мм и очень маленьким полем зрения около 24 градусов. Он практически не подходит для такого длиннофокусного телескопа, так как дает увеличение выше максимально полезного. Как обычно мы проверили аксессуары по земным объектам. Окуляр 20 мм на увеличении 40 крат дает не очень большой обзор. Есть небольшие блики на корпусе, но картинка вполне приемлема, хроматизм мало заметен. С окуляром 12,5 мм на увеличении 64 крата, картинка стала менее контрастная, хроматизм увеличился, но не досаждает. Заметны геометрические искажения, вносимые самим окуляром. А вот в окуляр 6 мм на увеличении 133 крат получили мизерный обзор, темную малоконтрастную картинку с обилием различных аберраций. Поэтому для дальнейших наблюдений этот окуляр мы не использовали. В окуляр 12,5 мм на увеличении в 64 крата, Луна почти полностью помещалась в поле зрения. И несмотря на заметный хроматизм, можно было различить достаточно много подробностей на поверхности нашего спутника. Хотя этот телескоп особо не рассчитан на наблюдение Deep Sky объектов, однако в окуляр 20 мм нам удалось найти шаровое скопление M15. Выглядело оно как мутный ватный комочек без особых подробностей. Рассеянные скопления Хи и Ашперсея не помещались в поле зрения окуляра 20 мм. Нам пришлось рассматривать их по очереди, поэтому красивого эффекта двойного скопления мы не увидели. С окуляром 12,5 мм на увеличении 64 крата Юпитер предстал в виде крошечного диска с намеками на экваториальные полосы. Зато Галилеевы спутники были видны весьма отчетливо и интересно. По Юпитеру попробовали комбинацию окуляра 20 мм и трехкратной линзы Барлоу, получив максимальное увеличение 120 крат. Масштаб стал больше, искажений тоже больше, но полосы на диске удалось рассмотреть более уверенно. Что же, подведем итог. Среди телескопов своего класса эта модель выделяется оригинальным дизайном и особенно монтировкой с механизмами тонких подвижек по обеим осям, что без сомнения поможет новичку в поиске и сопровождении небесных объектов. А вот предлагаемая линейка окуляров и трехкратная линза Барлоу не совсем подходят для этой модели. С комплектацией производитель переусердствовал, количество не перешло в качество. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. National Geographic 60-800 рефрактор AZ можно рекомендовать в качестве первого телескопа для ребенка, особенно в случае дооснащения его парой хороших окуляров. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!